Кто-то мне сказал, что я похож на Карлсона. Это комплимент. Да, потому что он такой же веселый. Слушайте, ну классный герой. Позитивный, веселый, ге-гей. В общем, наш чувак. Так вот, я выстрогал из куска березы акселератор. Меня забрали, но потом выручили. Сейчас мы пожужжим немножечко. Главное, чтобы нам пальцы не подрубало. О, точно, двумя. А может, я шпагату могу сделать? Не надо. Посмотрите, я с ним прямо акробатический рок-н-ролм могу скакать. Эх, слушай, классно. Жалко, что ветер дует. Можно было полетать сейчас. И вот я делаю выравнивание, и вокруг кресты, кресты, кресты. Сел на кладбище, друзья. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, что у нас есть. Вуаля! Как вы думаете, что это? Это парамотор. Вообще, это летательный аппарат в автомобиле. Вот здесь лежит летательный аппарат. И я сейчас хочу снять вам ролик, в котором максимально подробно расскажу, как на такой штуке можно, что на такой штуке можно делать, и вообще, как она появилась. Познакомьтесь с Владимиром. У него есть парамотор, велосипед и куча всего. Рассказывай. Любитель авиации с детства. У меня есть разные лицензии. Есть частного пилота. Есть ультралегкие, ультралегкого летательного аппарата. И в частности парамотора. И вот парамотор имеет такую особенность. Можно его закинуть в машину и поехать путешествовать. И летать где захочется. И летать где захочется. Транспорт такой вот. Еще на велосипеде, кстати, можно на велосипеде кататься с парамотором, теоретически. На лыжах я точно катался. Это вообще страшная штука, парамотор лыжи. Ух. Сколько весит твой летательный аппарат, Володь? Чуть больше 20 килограмм. Пока он будет собираться, друзья, я попробую вам рассказать о собственном опыте парамоторном. Идея летать с моторчиком за спиной, она еще и Карсену приходила. И когда я начал летать на параплане в 94 году, ну это уж сколько уж лет назад-то много очень, 27. Первым делом, ну я купил параплан. И осенью я решил приделать к нему моторчик. Для того, чтобы летать в слабый-слабый ветер. Потому что на холмах, где мы летали, вот если ветер был 3-4 километра в час дул, еще можно было парить. А как только он был меньше, уже парить было нельзя. Но очень хотелось. Я подумал, что если я на спину повешу бензопилу Дружба с моторчиком, то вроде как по расчетам можно было бы парить. И я собрал, я за зиму на каникулах после первой сессии сделал деревянный винт в авиамодельной лаборатории метровой. Посчитанный как раз под эту бензопилу. Сделал из обруча там для вот этого кручения защитное кольцо. В общем, мотор был почти готов, но не совсем. Знакомые еще одни собирали мотор, но уже более мощно на основе какого-то мотоциклетного двигателя. И они предложили мне быть летчиком-испытателем. Вам надо понимать, что я согласился с превеликой радостью. И дальше вот эти ощущения. На меня нацепили такую хрень, она весила килограмм, наверное. Вот этот мотор сейчас, наверное, в два раза легче, чем... Ну, не в два, а полтора, чем то мотоциклетное чудовище. Редуктора там не было, винт приводился напрямую. Я помню, что я... И эта штука не летала, с места она не взлетала. То есть нужно был холм, чтобы вот все-таки как-то немножечко держаться в воздухе. Я хорошенько, так сказать, разбежался с холма, с мотором вместе взлетел. Ну и дальше вот это ощущение, что ты летишь, ветра нет. Там слабый-слабый. И вот как раз ты летишь вдоль холмов, и все, и оно вот летит. Надо понимать, что картинка в этот момент была вот такая вот. То есть я ничего не видел. У меня так все вибрировало, что разбывалось зрение. Вот такой был первый мотор. Первый мой полет с мотором. Потом этот мотор улучшили, поставили редуктор. И второй мой полет был зимой на Харьковском водохранилище на Салтовке. Я бежал метров, наверное, 30. Мотор весил 36 килограммов. Я взлетел на нем. Но скороподъемность была такая, что когда я пролетел все водохранилище и долетел до противоположного берега, высота была всего 5 метров, ровно с высоту обрыва. Мне пришлось срочно приземляться к рыбакам. Они были дико счастливы. На таком ушел. Но потом мотор совершенствовали. Следующий мотор сделали так, что на нем можно было уже гонять над садами коров. Где он как раз заглох. Выбежала бабушка, пастух. Эти коров меня гонять. А я их круга спасил. Это аэродром бабушка. А это действительно был аэродром еще нашего Харьковского авиационного института. Ну какой-то там, понятно, что уже давно он закрыт. Но когда-то там был аэродром. Бабушка ориентировалась. Все становилось лучше и лучше. Но потом начались импортные моторы. И они летают фантастически. Вот такая краткая история. Это я больше трындел, чем мотор собирали. Вот он готов к полетам. Я подстаю, сколько он весит. Это рама из нержавеющей стали тонкой. Ну смотрите, одной рукой я его спокойно поднимаю. Там бензина есть? Нормально. То есть моторчик не тяжелый. Сделан он аккуратненько. Мне вот в принципе нравится. А кто изготовитель, Володь? Рама делает один производитель, который делает индивидуально эти рамы. Заказ, аккуратненько, не спеша. И я очень доволен. Макс, как тебе штука? Макс, расскажи. Винт российский. Один раз я сел на вынужденную рядом с Бодо Провансом. О! Вот друзья, понимаете теперь, что полет с мотором, как и полет на самолете, всегда должен производиться так, что ты должен понять, где сядешь. То есть вот летишь, и лететь так, что внизу посадки нет, так нельзя. Потому что мотор, штука такая, может в любой момент остановиться. А планер, например, если у него есть высота, там нечем останавливаться, потому что мотора нет. Поэтому, но мотор, полеты с мотором, это свой кайф. Уж поверьте мне, я с мотором много налетал. Я потом на моторе участвовал в соревнованиях. Это был там 99-й год, 2000-й год, 2001-й год. Выигрывал там, не знаю, как это называлось, ну можно сказать уровня чемпионата России, потому что это были самые крупные соревнования в тот момент в Российской Федерации. Потом я меньше стал летать на моторе, то есть какие-то показухи, еще что-то, но в целом рекламу катал. Очень интересная штука. Не люблю долго летать, потому что скучно. То есть жужжишь там, ну вот реально полчаса на моторе, это во, во. Так, наверное, так же, как и на самолете. То есть если цели нет какой-то, то в принципе у тебя нет игры с природой. ты пока керосин есть но вот как раз другом можно там залезть куда-нибудь на какую-нибудь горочку когда погоды нет в стиль посчитать листочки на всяких елочках там в общем свое удовольствие давалось тебе нравится обожаю вопрос такой засыпал карлсон он же больше вертолет чем форматоре ну кажется карсон если так почитать вообще летать не должен там реактивный момент винта нечему компенсировать если одной рукой махать то его не закрутит то спасибо было за находку отлично ну что сейчас мы пожужжим немножечко в нашем городке в принципе жужжать нельзя потому что ну городок тут все тишина с другой стороны мы используем допустим электрические газонокосилки пилы и у нас постоянно тишина но соседи бывает заведут вот эту вот бензо газонокосилку это это ужас 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 поэтому я думаю что если мы вот эту газонокосилку заведем на пять минуточек никто нас не обидится погнали забыли друзья одну деталь карабинчик поэтому как всегда как как человек который много летает улетал с моторами скажу что на поле ящик с инструментами в принципе желательно вечно чем-нибудь надо капельку подделать но немного бывало так что мы по полгода летали ничего с этим мотором не делая а бывало так что там то они работают а это то не заводится то заводится но не так у меня над городом петрозаводском как-то отвалился глушитель на показухе я летал на праздник знаний на 1 сентября и вот был не такой глушитель как здесь красивые видите здесь все высококультурно сделано видите на на таких резиночках подушечках здесь все сделано правильно а я летал на моторе solo 210 у которого глушитель тупо прикручен к мотору естественно там что-нибудь отвалится и вот он отвалился разнес мне винт и дальше я пошел на вынужден у меня было два варианта над петрозаводском на набережная нельзя было потому что была куча детей гуляющих я рассчитывал на озеро на берег озера маленький в лесу или стадиона на стадионе был матч я понял что я не сильно обрадую там футболистов если к ним сейчас приземлюсь поэтому пришлось у нас на озеро озеро я зашелся с берега озеро было небольшой пруд на самом деле не озеро пруд и вот на этом пруду там тоже какие-то бабушки бегают женщины с колясками дети но они компактно сидели в одном месте и а второй берег был свободен и вот на этот берег я и рухнул ну приземлился аккуратно что вы думаете через пять минут приехала милиция тогда еще потому что бабушка сразу же первая позвонила сказал что шпион к нам приземлился заберите его быстро в связи какая скорость реакции меня забрали потом выручили так что летайте всегда так чтобы можно было куда-то приземлиться этот мотор за вчерашний день я перекинул то есть он был у меня на ремонте я его поставил его полностью может сказать собрал с нуля так что неизвестно заведется он час или нет так что считайте что у нас за заводка в прямом эфире а ты будешь его заводите не на земле уже в на плечах до увиденных отрубленных пальцев я завожу только на вот посмотрите это кстати вопрос в том что я заводил я бы например час подошел бы так уперся рогом завел бы но человек абсолютно прав володя респект и топим за безопасность нет нет я тоже раньше заводил он летали в марокко я увидел фаланги пальцев как костей и пусть после этого я завожу только на спине берегите руки сегодня береги руку и володя бери молодец и зачет здесь можно дуть везде оп слушайте если бы знали сколько я обычно с этим и так его из и вот так вот а тут раз все без без стартера главное у меня все моторы последние были с электростартером потому что и мне дико ленился заводить но если так заводится нужен электростартер эта схема очень приятные друзья центробежное сцепление то есть когда мотор чем прогреется у него немножко упадут обороты сцепления перестанет схватываться с винтом и можно будет это очень удобно потому что ты на параплане можешь стартовать вылилась куча случаев когда допустим на меня сверху падала падал параплан но не на учеников моих падал параплан на меня однажды падал друзья и на этой штуке полечу наверное тряхну стариной прям вот прям вот услышал звук хочу 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 полетать до этой штуки завтра с утра сейчас мы на планере пойдем летать время уже сейчас термичка а завтра с утречка подъем 6 макс ну как тебе мотор макс полетишь на такой штуки макс а не на такой нет ну вот макс выгоди что безбашенный ребенок растет ведь он на планере то на параплане да на моторе пока думает ну вот подожду я чуть-чуть на самом деле если соблюдать определенные правила безопасность эта штука ну крайне надежно и безопасно ок ну вот видите винтик чпунь по инерции останавливается рад что мои инженерные способности правда да ну слушай много работает классно мягенькая главное так завелся с первого раза вообще я я завтра потестирую обязательно и расскажу правда этого что можно вот так вот так двумя пальцами завести или все-таки преувеличение ну-ка ну-ка вот прям двумя вот так вот главное чтобы пальцы не главное чтобы нам пальцы не подрубала о-о-о точно двумя слушайте кайф я я уже хочу я друзья это не рекламное видео потому что у меня нет моторов ну там школа моих допустим может и продает но вот я в этой теме сейчас не участвую до планера больше летаю но кайф может я возьму какой мотор осенью пожужжать прикольно я все забыл друзья на моторе не летал лет наверное 12 это нормально отлично не тяжелый на спине лежит очень приятно так друзья чемпионат и выиграл по парамоторам но видите давно не в теме у василию о аварова а как она работает одна пальцевая друзья вот то что могу точно порекламировать вот вот такая ручка действительно вот то о чем когда-то я мечтал потому что обычная вот это вот такая а вот смотрите вася какую классную ручку сделал действительно очень удобно но она такая не продается может кто-то другой делать продается похоже есть очень удобно то есть вот 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 так вечно здесь вот это вот что-то там это впуталось еще что-то пальцем вот так врум-рум и в носу можно ковыряться тоже друзья те кто хочет научиться летать на парамоторе надо будет сделать ролик про это по про это учил я много видите все забыл сам но учил хорошо основное что я помню из про мотора то что самую большую глупость которую делают люди которые пытаются взлететь с мотором это они наполняют купол вот так вот раком нагибаются дают газу и пытаются в землю войти за счет тяги двигателя первое чему нужно научиться на моторе это лежать на тяге то есть у вас сзади опора вы должны научиться газовать и лежать вот так откинувшись назад практически под 30 45 градусов и как только вы это сделаете следующая фаза вы уже поднимаете крыло спокойно с ним все разобрались отклонились назад не вы должны разбегаться вот так ногами вот так вот вы должны просто вас должна разогнать тяга мотора все а вы должны так ты может по-дурацки немножко но переставлять ноги понятно хух так от винта сказал карлсон кто-то мне сказал что я похож на карлсона это комплимент да потому что такой же веселый погнали так как глушить как его как его выключить а понял так ты отойдешь от машины какой зачем да чё и будет она застрахована и вот смотрите как отклоняться на тягу слушайте это я не знаю это треть газа наверно какая-нибудь четверть это чума это просто не ну ты понимаешь когда ты взлетал на харьковском на харьковской салтовке 27 лет назад с мотором который весил 35 а тяги давал столько что я за все водохранилище 5 метров высоты набрал это кайф стальная рама все-таки а если стена это вообще будет честно говоря вот эти все прыгания вокруг титана могу сразу сказать что я летал на том на том эксплуатировал титановые обычные рамы титан этот из которого варят рамы обычные это настолько он мало отличается от нержавеющей стали нормальной тонкой что смысла большого нет там небольшая экономия вот ремонта проблем с ремонтом титановые рамы намного больше чем с нержавейкой нержавейка легко варится там полуавтомата можно если что ну вот так вот я бы все в гараже вот у меня стоит автомат который варит нержавейку поэтому если я себе буду раму брать я буду брать из нержавейки несмотря то что титан вроде как круче а еще лучше можно взять раму бывает рамы там из карбона современные там которые там заменяемые лучи там Но это все дорого в ремонте. Если ты, не дай бог, где-нибудь сейчас тюк его, то начинается пляски. Надо где-то брать эту раму, запчасти, все это собирать, разбирать. Достаточно посмотреть на цену, и потом желание пропадет, когда ты видишь рамы по Франции. Могу сказать так, что что мне нравится. Я всегда в моторе не любил, когда вот это вот все вокруг пытается вокруг тебя как-то упасть. Сползти, лямки, еще что-то. То есть вот эта подвеска, но она не под меня отрегулирована. Мне нравится то, что она очень плотненько на мне сидит, в плече это не сваливается. А самое главное, я не знаю, как сделана спинка, на всякий случай, чтобы она точно уж не упала. Как сделана спинка, но у меня, так как у меня позвоночник ломанный, мне всегда приятно, у меня даже в парашюте есть такая подушечка специальная, которая входит в спину и делает такой прогиб правильный. Вот я сейчас стою здесь, и мне что-то так классно входит и делает правильный прогиб. То есть мне удовольствие держать этот мотор на плечах, реально. Блин, это рекламный ролик какой-то получается, а не обычный. Мы не скажем, что это за мотор, ссылок в описании тоже не дам. Свяжись с производителем, а то может и дашь. А может и дашь. Она, ты видишь, в чем преимущество, когда ты разбегаешься, ты можешь большие шаги с ней делать. Ну, кстати. Она тебя не сдержит. О! О! Точно! Ты можешь бежать, как хочешь. Гляньте-то! А может я шпагату могу сделать? Не надо. То есть и не надо? Не надо. Нам еще на планере летать, друзья, сегодня. Ну смотрите, я с ним прямо акробатический рок-н-ролл могу. Могу это скакать. Эх! Слушай, классно. Жалко, что ветер дует. Можно было бы полетать сейчас. Эх! Мы на нем полетаем! Макс, погнали! Хочешь на тандеме с папой на моторе? Нет. По поводу этих крыльев. Обычно моторное крыло маленького размера, чтобы пробивать ветер. То есть там жужжать со страшной силой. И я, например, выиграл соревнования в свое время просто за счет того, что взял маленького размера параплан и поставил на нее, будете смеяться, акселератор. Вот соревнования в Омске с призом 750 долларов в 98-м году, как раз после кризиса, когда денег нигде не было. Я еще ехал в Омск на поезде с мотором. Он пах бензином. Матерился весь вагон. Так вот, я выстрогал из куска березы акселератор. И повесил его на параплан, потому что увидел в формуле скорость и выиграл. Ну первый день выиграл, потом все акселераторы выстрогали. Ну и потом нормально леталось. А к чему это я? От параплана. Так вот, там был чуть уменьшенный площадь параплан. Потом специально начали делать парапланы маленькой площади, там рефлексные так называемые профиля, еще куча всего. И основная идея, что параплан с мотором должен летать быстро. И это абсолютно логично, потому что если вы хотите посмотреть как можно больше окрестностей и пролететь как можно больше, вам нужен аппарат, который летает быстро. Для обычного параплана то, что он летает быстро, это тоже хорошо, но не всегда, потому что вы набираете в потоке, чем быстрее вы летите, тем быстрее снижается параплан. Поэтому это какой-то компромисс. Идем на парковку. Прошли. Это овчарня. Здесь жили овцы, а сейчас живут куры. Так. В обычной подвеске ты уже можешь отстегнуться и сидеть как на скамейке, как только ты в воду вошел, сразу спрыгнул. А тут ты не можешь отстегнуть нижние, потому что ты на них висишь. Ну, над водой, друзья, летать, это не совсем верно. Я сам летал. Огромный кайф, когда так берешь, так ножкой. Но... Был случай веселый. Приземлились на водохранилище. И до дна было ровно столько, сколько стропы параплана. Человек погрузился, наступил на дно. Вот он на 5 метрах. Сверху над ним параплан болтается. И он спокойно, стоя на дне с мотором, расстегнул все ленточки и взлетел. Ой, взлетел. Всплыл. Но полеты над водой, во-первых, не нужно. Во-вторых, если уж приходится летать над водой, то я бы советовал категорически спать систему, которая спасает на воде. Ютуб мне предложил одно видео с канала. Я посмотрел. Целый день на работе я смотрел это видео. Вечером позвонил Игорю. И мы договорились. И я приехал еще с парамотором. Еще на моторе. Мы еще и на моторе зажжем. Потому что у нас мечта летать. Мы летаем на всем. Осталось метлу освоить. Метля очень просто делается. Главное что? Скорость. Главное разогнаться. Разгоняемся до скорости 220 км в час. И даем ручку на себя. Юху! Ну и небольшая невесомость получилась. Невесомость. Они все кто со мной летали, они знают, что это значит. Ну небольшая совсем. И попробуем сейчас другой ракурс. Юху! Ну как, клево? Да вообще офигенно. И поехали. Поехали. Невесомость, невесомость, Игорь, невесомость. Ну невесомость вообще это и не положено. Но я тебе невесомость могу сделать сейчас просто отрицательную горку, если хочешь. На горку они все там налетали, кроме маны. Ну что, пошли к шабру снова. Мы проснулись на рассвете. Посмотрите, как ярко светит день рождения зари. Как прекрасен этот мир. Посмотри. Ну что, у нас, знаете, какое одно из части в этом мире? Домик у аэродрома. Большой аэродром расположен вон там, в двух километрах. А это наш маленький аэродром. Он расположен, ну сколько до дома? Метров 300? Да, да, не больше. Метров 300 метров до дома. И мы сейчас будем с этого маленького нашего импровизированного аэродрома летать на парамоторе. У нас идеальные метеоусловия. Практически полный штиль. Ну как идеальные? Толстому пингвину бежать придется быстро. А так ничего. Ну что? Первым нам покажет, как оно летается, Володя. Готов? Ну, поехали. Поехали, погнали. Пока будут прогревать мотор, я вам так и расскажу эту страшную историю, как путешествуют на моторах. Ну, во-первых, на моторах там по 9-10 тысяч километров такими прысками проходят. Есть красивейшие путешествия. В общем, штука забавная. Ну, конечно, лететь на ней очень медленно. То есть, скорость полета там 40, там, в принципе, там что-то там разгоняют на этих рефлексных профилях и так далее до большей скорости. Киетров, наверное, до 60. Но, все-таки это, наверное, не для длительных путешествий штука. Но, между тем, у меня получился однажды полетик. А мне нужно было... Мне захотелось слетать в гости. Я летал на поле, на парапланах, на скончинке. А нужно было слетать куда-то под Можайск. Я посмотрел 140 километров по прямой. Залил полный бак топлива. Повесил на грудь еще канистру пятилитровую. И взлетел. Был красивейший полет. Это был вечер уже после базовых полетов наших свободных. Народ пикники на речке жгет. Костры какие-то тянутся. Ветра сильного нет. Было безумно красиво. Но я не рассчитал все-таки время. И где-то в 60 километрах, то есть мне еще час было тарахтеть, до точки, где мне нужно было приземлиться, у меня застигла ночь. То есть пошли сумерки. Я понял, что сейчас будет совсем темно. А в темноте-то я... Как я приземлюсь-то? Я решил пойти на посадку. Но я опоздал немножко со временем. И получилось так, что я приземляюсь уже практически в полной темноте. Я увидел костры, люди жгут. И понял, что в конце концов там есть люди, если что, они мне помогут. И зашел на посадку на поле, как мне казалось. Вроде как все хорошо-хорошо. И вот я делаю выравнивание. И вокруг кресты-кресты-кресты. Сел на кладбище, друзья. Вот это смешно, но факт. А рядом с этим кладбищем, в лесочке, местные ребята отмечали последний день, что-то там лето. Ну, что-то в таком роде. В общем, большой праздник, с кучей народу, весело. Я им, по-моему, костер у них не горел. Я развернул мотор, завел, дунул им струей воздуха в костер. Все разгорелось. В общем, я был там хитом этого праздника. Меня накормили, чаем напоили, и только чаем, и уложили спать. Я проснулся в 6 утра от того, что начал накрапывать дождь. Я говорю, ребята, быстренько, потому что я очень намокну. Мне помогли разложить купол. Я взлетел, улетел, и практически долетел до цели. В трех километрах от нужной точки у меня кончился бензин, я приземлился на поле, и пешком, с этим парапланом, с мешком зашел. Вот такое было путешествие. Помимо съемки моторного ролика, я вам еще и баек всяких натравлю. Я думаю, что это тоже многим интересно будет. Правильно разложенное крыло, друзья, это действительно залог успеха. И, знаете, бывает так вот, часто это бывает как раз зимой. Ты ходишь по этому сугробу, по самую, ну, эту вот, вот. И раскладываешь этот параплан, пробиваешь себе тоннель в снегу. И вот уже все разложился, и вот поленился там какую-то льдинку вытащить из тропы. И так, эээ, побежал, и все, и взлет по-новой. Потому что льдинка зацепилась, связала три стропы, крыло наполнилось неровно, в общем, или там вообще завязка какой-то ушла. Поэтому грамотная подготовка к старту это половина успеха. Значит, одна из баек, это мое участие в омских соревнованиях, что-то там в районе 2001 год, что ли. Я там третье место занял. До этого занял первое, потом занял третье, а потом в следующий год опять первое. Так вот, в том году мне не повезло, третье место было потому, что я сломал три мотора. Не потому, что я такой тупой. Хотя, и может, это тоже. В первом моторе накрылся движок, во втором моторе у меня ручка газа засунулась. Вот эта ручка, сейчас вам покажу. Была длиннее, чем нужно. Мотор был фирмы Adventure. И вот так вот она пролезла, и вот туда винт. И, в общем, как говорит мой учитель Клаус Щиткаппинс, в общем, я нашел, как какой-то способ засунуть вот это управление двигателем в непосредственно двигатель. И было так. И как раз, как в фильмах про терминатор, вы, наверное, видели, там руку отрывают этому терминатору. И я тоже так смотрю, у меня там вот эти сухожилия, ну не сухожилия, провода торчат. Ну а ассоциации-то, вот эти сухожилия, руки, вены, кровь, провода красные. И у меня первое мгновение, первое там миллисекунды, руку оторвало. Потом фу, фу, ручку оторвало. Мотор завис на средних оборотах, и не было никакой возможности ничего с ним сделать. Я пошел на посадку, ну, обороты были средние, но меньше минимума. Я еще пролетел пару километров, думаю, там все-таки очки, соревнования. И зашел на посадку. Приземляюсь, и такой ветер дурацкий, что вот крыло не смог я так, чтобы оно упало где-то сзади, оно тупо начало падать на меня. И я понимаю, и я не понимаю, что делать. Я думаю, ну как что-то надо делать? Делать-то что-то надо. А два дня назад отрубило палец нашему одному пилоту, и в древнополе сделали операцию. Он что-то там полез регулировать, в полете ему там надо было на карбюраторе подрегулировать. Он полез и попал пальцем в винт, и бах-бах-бах, и все. Ну, починили. Не делать так никогда. Поэтому я вот на вот этом, в этой истории все страшно. Ну, а в этот момент падает на меня параплан, я слышу, как винтом его шинкует, и я как-то так аккуратно засунул руку все-таки за двигатель, оторвал пучок проводов. Соответственно, видимо, один нужный, и мотор заглох. И дальше набежало огромное количество таких чумажных детей. Не знаю, они какую-то печку разбирали, реально выглядели, как дети призорные. На самом деле, очень хорошие дети. И они, дяденька, дяденька, можно от вас вот эти лоскуточки собрать? Я говорю, бери, дядя, дядя, конечно. И они набрали, значит, целый мешок этих лоскуточков, и в этот момент место проклятое было. На этот момент над местом этим пролетает мой друг Бангданов, и у него встает движок, рассыпается подшипник. Вот плюс-минус там 500 метров, бац, и он тоже там как сбили, и дети там, ой, еще один падает. Тут, агей, прибегают, значит, показывают ему вот эти лоскуточки, дяденька, а вот что от вашего друга осталось. И он буратся, волков, волков, ты живой? Я говорю, ты живой, давай собирать банатки, гроза подходит. В этот момент подошла гроза, еще один наш пилот сел на вынужденную, и потом, после грозы, бабушка нашел бабушку, которая запускала ему мотор. Бабушка помогала запускать мотор. Он взлетел с этого поля с пахоты. Но меньше всего повезло еще нашему одному другу, точнее, наверное, больше всего. Он таки до грозы долететь успел до аэродрома, но попал в шквал. И в шквал его тащил к артушу. Он не знает, как остановиться, потому что он там клеванты тянул, он там все, что мог делать, все, что перепробовал, но шквал очень сильно тянет. И какая-то небольшая куча серенькая чего-то там. И он думает, сейчас вот эта вот горочка меня может на горочке остановит. И он, наверное, с разгона в эту горочку врезается, а он по земле едет. А моторы были еще с такими. Вот сейчас видите, здесь рога, которые передают нагрузку. Ну, по сути, получается, балансир такой. Между парапланом, вот тут параплан, тут пилот. Все это вот, развесовочку дают правильную. А тогда были вот такие вот рога. Вот так они торчались, рога. Ими вечно вот этот шлем страдал от этих рогов. Парашют обязательно штука. И вот этими рогами пилот входит в кучу с навозом. То есть это была огромная куча, складывали куда навоз, он туда чпок, и там заикарился. И, как он сказал, друзья, я так ни разу в жизни не радовался дерьму. Так что, если уж дерьмо случалось, то вот в таком позитивном смысле. Так, а теперь парашют. А зеркало-то зачем, подожди? Ну, для бензина. Друзья, смотрите, самый простой способ посмотреть, сколько у вас топлива. О, гениально! Я забыл, у меня было такое же. Как раз на соревнованиях, когда летали, мы брали такие зеркальца. Мне как раз подарили пудреницу. Не подумайте, плохого вам обо мне. Удобную. Да. Готов? Одел парашют, потому что потом спиральку прокручу. Шлем застегни. Крыло поднимается очень хорошо, поэтому первый рывок без мотора. Можно чуть-чуть прогазовать, чтобы создать поток, потом начинаешь тянуть. Как оно начинает подниматься, можно добавлять газу. И как оно поднялось, чуть-чуть притормозить и пошел. Про парашют что-нибудь скажешь? Парашют не надо никогда использовать. Всю жизнь пролетать с парашютом, но не использовать. Друзья, ваш, так сказать, мечтатель летать использовал парашют три раза. Три раза я на парашюте сделаю об этом отдельный ролик. И все три раза по-боевому. Один, а, четыре раза. Один раз на дубе прыгал, но это было больно, потому что я на посадке подскользнулся на Россию и шлепнулся задницей. Больно, потому что на склон сел. Это было на ЮЦе. Проверка двигателя перед взлетом прогазовывает мотор. О, слушайте, как быстро. Я даже ничего подумать не успел. Ура! Ну, такой боковой момент чувствуется, надо будет это учесть. Почему вот так вбок мотор немножко идет? Это реактивный момент двигателя. Надо, кстати, узнать, какого правого вращения линта или левого. Так, крутит. Потому что от этого зависит, куда он будет в спираль. Крутит немножечко. Лихачит, на камеру работает. Вот на самом деле, друзья, вот так пилотировать нужно все-таки... Тут уж я могу честно сказать, что я вас таким не порадую. Я такое умел делать, но это было 10 лет назад. Мы крутили на моторе вот эти виражи так, что можно было коснуться ухом земли, почертить по земле. Ты несешься, у тебя мотор в метре, трава скачет. В общем, круто. Но вы бы знали, сколько было достаточно серьезных травм тоже по этой же причине. Чихнул мотор, касание рамой земли, трак-бабах и... Не надо так. Оно вот так, как он. Чуть-чуточку. Чуть-чуточку. И причем видели, что все-таки крутил с запасом. Ой, что творит? Что творит? Посмотрите. Зря я сказал, что он закончил. Может, он тут прям жужжит. Звук даже такой интересный. Но это звук от крыла. То есть, крыло высоконагруженное. Рефлексные профили, все такое. Я на таком даже не летал ни разу еще. Ну, чистой воды Карлсон. А! Хе! Мы вчера мультик про Карлсона как раз посмотрели. Тематически. Очень-очень позитивный мультик. Я недавно, года два его не смотрел. Так, вообще, мой любимый мультфильм. Слушайте, ну классный герой. Позитивный, веселый. Ге-гей. В общем, наш, наш чувак. Так, по-моему, посадка, друзья. Оп! Торможение. Оп! Пару шажочков. Ну, видите, при этом, я вам честно скажу, полный штиль. Вот вы можете посмотреть на колдун, который изображает состояние мужчины в плохом настроении. Вот, гляньте. Вот, все. Zero, zero. С воздушными шарами было веселее. Берешь так его крылышком чпунь и вокруг него. Ну, это были годы, когда еще все было можно. Когда было меньше сертификации, больше... И больше настоящей личными летать. Ох, которую мы так любим. И каким-то чудом дожили до таких седых лет практически. Так, но теперь я, друзья, вот теперь достал мой течеред. Посмотрим, что с этого выйдет. До свидания.